...человеком и хотим пожениться, узаконить свои отношения. Хотелось бы узнать, насколько правильно это решение и когда лучше это сделать. И что меня ожидает в браке с этим мужчиной. Будьте добры, скажите его имя. Его зовут Александр. Я думаю, что он вас любит и у вас это произойдет. Ситуация задерживается, есть какой-то близкий человек, который влияет на него. Я сейчас постараюсь нейтрализовать его воздействие. Сейчас еще раз повторите имя своего избранника. Александр. Я через вас на него сейчас вот этот посыл сделаю. Я думаю, что вы правильно сделали выбор. У вас очень открытое сердце и душа. И я думаю, что он вам по судьбе. Я желаю вам удачи. Очень хорошего вопроса. Спасибо за звонок. Вы знаете, Владимир, хотелось бы затронуть тему одиночества и вообще построения отношений. Почему бывает так, что сейчас проблемы и тема одиночества это вообще бич нашего времени. И очень многие люди одиноки, хотя это проблема больших городов. Вот в чем проблема? Я с этим столкнулся, особенно там, потому что проблема городов и морально-этическое поведение, она приводит к этим стандартам. Деревенская русская культура общения, которая сейчас выветривается, она проявляется в одиночестве. Лечить его можно и нужно, занимаясь духовными практиками и любовью в духовном смысле. То есть вот сострадание, чувство желания помогать другим, то, что свойственно русским женщинам, это прекрасное чувство. Трудности, которые там возникают, там муж запил или сын там неправильно себя ведет, это условия максимальной проверки ее любви. То есть я отношусь к трудностям, как к условиям раскрыть человека еще сильнее. Замечательно. Мы слушаем телезрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Я слушаю вас. Здравствуйте. Скажите свое имя и вопрос. Меня зовут Маргарита. Задавайте вопрос, я начну диагностировать вас и буду отвечать на ваш вопрос. У меня проблемы со здоровьем, болят плечи и плохой сон. Плечи болят. Помогите, пожалуйста. Я сейчас уже начну работать. У вас очень заблокирован этот шейный отдел энергетический. И циркуляция крови в голове ослаблены, поэтому вам восстанавливаться во время сна очень тяжело. Я сейчас сниму эти напряжения. Смотрите в камеру, пожалуйста. И дам программу убирания шлаков. У вас будет улучшение ощущения дискомфорта день-два, а потом будет тепло и увеличится амплитуда подвижности опорно-двигательного аппарата. Обычно это происходит на третий-четвёртый день. Обратите внимание. Знаете, Владимир, телезрительница ещё постеснялась спросить, вот в чём именно духовные проблемы её? Почему именно на психосоматическом уровне это всё отразилось? Да, психосоматическое – это следствие. Сначала идёт мысли негативные или негармоничные понимания. То есть была какая-то отрицательная энергия, да, что-то такое негативные мысли по отношению к нему? Энергия синтезируется нами самими или вокруг нас, если мы негармонично неправильно понимаем мир. То есть неправильное понимание порождает внутри нас страдания в форме заболевания. Когда человек начинает гармонично с любовью относиться к миру, эти же страдания исцеляются. То есть любовь нужна прежде всего человеку любящему, который сам любит. Это ему надо. Хотя он сам как будто стремится помогать другим. В этом парадоксе люди этого не понимают. Я глубоко уважаю любящих людей, потому что любить – это свойство человека. Она не живёт там или там, она живёт только внутри. Любящий человек – это тот человек, которому хочется помогать, которому помогает и Бог, и жизнь. Любите сильнее. За это я люблю русских женщин. Вы знаете, хотелось бы ещё в нашей беседе такую тему затронуть, как конфликт. Конфликт отцов и детей, конфликты в отношении в семье. Вот из-за чего это происходит? Ведь наверняка есть любовь в семье. Есть любовь, люди любят друг друга, есть партнёрские отношения. Но возникают эти конфликты. Вот смотрите, поколение и информация, которую сейчас воспитывает молодёжь, и то, что мы, допустим, мой возраст или ещё старшие люди, мировоззрение и опыт готовых решений, мудрость, она сейчас другая. Мудрость, которой они напрямую хотят помочь, она ими даже, может быть, мешает. Они через интернет, через средства массовой информации получают совершенно другой пакет. Не всегда хороший. Мы слушаем телезрителей. Очень много звонков. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Слушаем. Меня Светлана зовут, я вот из Самары звоню. Владимир, я хотела спросить. У меня вот такой вопрос. Я где-то в течение полугода преследую депрессии и бешеные перепады настроения. Я вот не знаю, с чем это связано, от чего это, что я делаю не так, может быть. Вот помогите мне, пожалуйста. У вас то, что в народе называют сглаз, открытое уреческое поле, просто раскрытое, и питание клеток мозга, то есть депрессия, это защитная реакция организма, когда клетка мозга нечем работать на биохимическом уровне и на энергетическом. Я сейчас буду ставить экранизацию, защиту. Еще раз имя свое скажите, пожалуйста. Имя скажите, пожалуйста. Светлана. И представьте себя сейчас в 16-летнем возрасте, вы мне поможете. Я сейчас включу вас. Вы вернетесь к своему состоянию природному, у вас вернется уровень жизненных сил, потому что аура была разорвана, я сейчас ее восстанавливаю. И где-то весной, ближе к маю, у вас будет вероятность встретить человека по судьбе. Сейчас вы, если будете встречать, будьте очень осторожны, потому что вы не объективно будете воспринимать. Вам нужна помощь, и она придет. То есть сейчас я ауру закрыл, и вы начнете накапливать энергию. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Владимир, интересно, чаще всего с какими вопросами к вам обращаются, что чаще всего люди просят, какие у них проблемы? Депрессия на биохимическом уровне – это нарушение питания клеток мозга. На энергетическом – это следствие энергетического удара, который разрушил аулическую оболочку, и вирус чужих мыслей, несвойственных человеку, попал, и человек начинает отклоняться от судьбы. Потому что судьба – это последовательность событий от рождения до смерти. И она прописана, и она с большой вероятностью есть. И люди раньше хотели ее знать, чтобы прожить в согласии с ней. И когда человек начинает не понимать, что он, куда его понесло, как правило, он отклонился от своей судьбы. Ну что ж, уважаемые телезрители, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе, задавайте вопросы Владимиру Максимову. Обращаем ваше внимание на то, что теперь вы можете дозвониться к нам по номеру прямого эфира 08-245. Звоните только с мобильного телефона. У нас сейчас небольшая пауза, не переключайтесь. Звоните только с мобильного телефона. Карт-нуар. Кофе, пробуждающие желания. Полезные новости от Нестле и каш Быстров Прибио. Честно говоря, я не всегда соблюдаю спортивный режим. Люблю поесть чего-нибудь вкусненького. Еще я большая соня. Иногда пропускаю зарядку. Зато я никогда не пропущу полезный завтрак с кашей Быстров. Как и обычная каша, она приготовлена из натуральных цельных злаков, но также обогащена прибиотиком. А значит, улучшает пищеварение, дарит комфорт и легкость. Каша Быстров от Нестле. Так просто, так полезно. Качество продуктов, качество жизни. Сенсация в Эльдорадо. Отдаем товар за полцены. Фотокамера Samsung с функцией распознавания лиц всего за 1495 рублей. Если она, третья в чеке. Эльдорадо. Отдаем за полцены. Главная распродажа года началась. Скидки до 70%. Подробности в 600 магазинах «Литуаль». Растительные постилки от кашля «Доктор Мом». Песня болезни будет недолгой. Обвал цен на дубленки и шубы в магазинах «Сагита». От курения, плохой экологии и болезней клетки бронхов и легких стареют раньше срока. Современный ответ ученых – короткие пептиды, восстанавливающие и нормализующие деятельность постаревших клеток. Препараты «Пептид Био» возвращают молодость и здоровье клеткам основных органов. Спрашивайте в аптеках. Медвежонок Барни так и нравится всем детям. Вкусный и питательный Барни содержит полезные злаковые и молоко с вкусным шоколадным кремом внутри. Эй, а вот и я! Медвежонок Барни – полезное лакомство для детей, без красителей и консервантов. В эфире «Зеркало жизни» и тема программы «Мир сердец». И сегодня у нас в гостях всемирно известный целитель, обладающий уникальным даром ясновидения Владимир Максимов. Уважаемые телезрители, если вы хотите задать свой вопрос здесь, в прямом эфире, Владимиру Максимову, набирайте номер 08245 и дополнительно цифру 1. Если вам сложно обсуждать свои проблемы здесь, в прямом эфире, вы можете обратиться к нашим специалистам, которые работают за кадром. Для этого наберите 08245 и дополнительно цифру 2, и вам обязательно помогут. И мы готовы принимать звонки. Алло, здравствуйте! Алло? Да, пожалуйста! Мы слушаем вас. Здравствуйте! Скажите свое имя и вопрос. Меня зовут Юля, мне 33 года. И у меня такой вопрос. Вот у меня есть муж, но он со мной не живет, хотя говорит, что любит меня. Имя скажите в реву. Его Дмитрий. Он действительно вас любит, постарайтесь удержать ситуацию. У него есть неправильное отношение к миру, и он немножко завышевает свою планку. Он перетерпите, и вы победите, потому что сердцем он вас точно любит. Еще имя свое, скажите, пожалуйста, я сейчас и его имя, и свое, потом и его. Я сейчас поработаю по ситуации. Юля и Дмитрий. Я думаю, что он вам по судьбе. Вы стоите в этой ситуации, потому что у вас и у него есть любовь. Просто он этого еще не осознает. Мужчины к этому труднее через ум относится. Я сам с этим сталкивался. Встречается любовь настоящая, искренняя, а ты ее просчитываешь. Это вообще унижает любовь. То есть все у телезрительницы будет хорошо. Да, у вас будет все хорошо, вы очень хороший человек, и все у вас получится. Это точно совершенно. Владимир, вы помогаете многим людям, диагностируете их ситуацию. В среднем за какой срок они могут почувствовать результат? Как правило, от такого короткого, они чувствуют его несколько дней следующих. Вот целый день что-то делала и не устала, как обычно, допустим, чуть-чуть поработала, и уже надо там полежать или отдохнуть, покурить там или поболтать. Как правило, увеличение работоспособности, и на третий-четвертый день, как правило, выход отголоски заболевания. Вот, допустим, была там проблема в шейном отделе, она позудит, почешется и уйдет. Вот такие вот вещи. И я советую внимательно к себе прислушиваться. Никаких случайных явлений не происходит. То есть матрица святого, которую я транслирую, который вел идеальный образ жизни, гармонично понимал мир, еще плюс намолен, потому что молитва – это набор энергии. Вы знаете, хотелось бы еще поговорить о причинах разных заболеваний, потому что наверняка самая актуальная тема, с которой вы обращаетесь, – это здоровье. Вот, допустим, головные боли, от чего они происходят чаще всего? Человек, как правило, зашлакован, потому что интоксикация крови происходит, а на психоэмоциональном, на человеческом уровне, он злоупотребляет своими преимуществами. Как правило, высокая реакция мышления, он очень быстро принимает решения, а мир не устроен таким образом. То есть он бежит вперед событий. И неудовлетворенность, тогда живая система, мозг, его сама выключает, потому что на этот период времени не может думать. А вот такие проблемы женские, именно гинекологические, проблемы бесплодия, которые сейчас тоже очень актуальны, вот здесь почему бывает? Вот, по-моему, у меня такое ощущение, что кто-то опять позвонит по этим проблемам. Чаще всего моя картина такая, что на самом деле они не дорожали детей. То есть санитарная норма русских женщин, ни один, ни два ребёнка. То есть им надо рожать, и они исцелятся от многих заболеваний. Женщины, лечитесь, рожая детей. Замечательно. У нас снова звонок в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Скажите своё имя и вопрос, пожалуйста. Меня зовут Светлана, я звоню из Самары. Я хотела бы узнать состояние здоровья. Я уже болею полгода, и не могу узнать причину. Ещё раз, будьте любезны, расскажите своё имя. Светлана. Светлана. Всё, я уже понял. У вас нарушена работа лимфатической системы. Поэтому будут ходить, гулять неустойчивые результаты. Отрегулируйте водный баланс. В рамках сейчас сеанса, смотрите на камеру, я сейчас постараюсь восстановить вам. Водный баланс вы стабилизируете, и я вам помогу. И у вас уйдут много, две трети болезни уйдут. И сейчас, минутку. Ещё имя скажите своё. Светлана. Так, теперь, Светлана, я сейчас немножко в прошлое посмотрю. У вас был какой-то конфликт 3-4 месяца назад, или даже, может, до полугода. Был какой-то конфликт? Да, да. Сейчас старайтесь, вот давайте, так, смотрите на меня, я вытеру из вас память об этом конфликте, и вам станет намного лучше. Проблема уходит, вы забываете, легко, позитивно относитесь к миру. Стабилизированное состояние у вас, вы вылечитесь. Вам нужно позитивное отношение к миру. И любите природу, любите своих близких, это для вас лекарство. Спасибо большое за звонок, Светлана. Вы знаете, Владимир, ещё бывает очень часто так, что человек не может найти себя в жизни, занимается не своим делом, не может самоопределиться. Вот здесь можете ли вы помочь, используя свою диагностику, раскрыть таланты и способности? Чаще всего человек потерял своё собственное я, то есть есть ложное я, эгоманьякство, и есть истинное божественное я. Вот когда человек от него отошёл, чаще всего это вот тогда, когда человеку дали много знаний, которые как к личности не имело отношения. Допустим, у меня у самого три образования. И когда я получил, и очень хорошо учился, и так далее, я понял, что мне дали только суммы технологий, но моей душой, моей личностью никто не занимался. А вот вроде всё было, и вот этого ощущения комфорта, или вот этого счастья, его не было. И когда я ушёл, я за вторгом работал, 26 магазинов, 9 столовых у меня было, когда я ушёл вот в эту тему, он мне сказал, ты сошёл с ума, что ты делаешь, ты жиру бесишься. Не бойтесь рисковать, потому что на самом деле года четыре всегда нужно менять профессию, и только смелые люди могут это делать. Ответы ищите в себе. Любые вот рекомендации, которые мы сейчас вам будем давать, или какие-то там семинары, или книги, это только подтверждение своего внутреннего знания. Ищите ответы в себе. И люди, которые нашли эти ответы, вот у них это харизма есть, они всё добиваются, они всего... Вот это источник силы в своём истинном я, не ложном, а истинном. У нас снова звонок в студию, Владимир Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Меня зовут Ольга, 63 года. У меня проблема с окружающими. Я на сегодняшний день в течение года очень много конфликтовала с окружающим миром. Да, да, да. Смотрите на меня, дело в том, что... Это события, серьёзные, связанные со здоровьем. И как мне сейчас найти вот этот баланс в мире с окружающим и самой себе? Сейчас, давайте я буду говорить и работать на время. Смотрите в камеру, я почищу поле. Дело в том, что, смотрите, когда вы смотрите, мы всё равно проходим аворические поля, которые обычному человеку не видно. Если вы эти слои негативные, даже самые близкие люди, самые хорошие люди, которые искренне к истинному вашему, к вам относятся, они вас негативно воспринимают. Потому что вы как через пелену чувств. То есть чувства вот эти возникают. Вам нужно психоэмоционально очищаться. Расслабление, смотрение на природу и позитивная музыка. Вот такие вещи вам показаны, потому что вас сейчас учат позитивно относиться к миру. Вот вы сами себе диагноз поставили, потому что многие не понимают, что они сами виноваты. Если в эти трудности возникли, корень надо искать себе. Человек, который обвиняет других, никогда не найдёт ответа. Он искать нужно себе. Вы очень большая молодец, что понимаете, что вы сами виноваты, к сожалению. Но с этим нужно и можно работать. Я думаю, что вы сегодня уже будете спать лучше. И завтра у вас где-то днём будет очень хороший подарок, какая-то хорошая новость придёт. Я думаю, человек со светлой душой, который будет подтверждением, что вы снова возвращаетесь к самим себе. Потому что на самом деле, как Иисус говорил, что люди добрые. Истинное Я всегда доброе и любящее. Владимир, ну как на самом деле отгородиться от какой-то зависти внешней, от какого-то негатива, воздействия этих негативных? Ведь есть такие понятия, как порча, сглаз и так далее. Смотрите, это тоже эволюционно. Допустим, человек сначала в средствах потребления достиг чего-то. Если он не развивает духовную способность, потому что важно не внешнее отрицательное воздействие, зависти, вот этому дураку везёт, или этой дуре везёт, мне бы как бы тогда бы. То есть внешнее отрицательное воздействие, которое делегируется. Если человек не научился восстанавливать вот это энергетическое поле, это вопрос времени, когда его взлазят. Поэтому они должны эволюционировать. И вот эти проблемы вокруг рублёвских, вокруг новых русских, они сами с этим сталкиваются, и их дети с этим сталкиваются. Потому что я сейчас, я привёз антиалкогольную программу и антинаркотическую, встречался с центрами. Да, там есть люди, которые из поколения из поколения допивают родовую силу, а есть молодые, у которых всё было в порядке, и они платят кармические дела. Есть вопросы какие-то? Да, уважаемые телезрители, вы можете задавать свои вопросы через смс-сообщение. Внимание, для жителей России номер 3010, и перед своим вопросом напишите заглавную букву М, и для жителей стран СНГ номер 7062. И перед вопросом напишите две заглавные буквы М. Напоминаю, 08-245, дополнительно 1, для вопросов здесь и сейчас, в прямом эфире Владимира Максимова. Алло, здравствуйте. У нас есть звонок, алло. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Я слушаю вас, я слышу вас хорошо очень. Мы вас не слышим. Скажите своё имя и вопрос. Я вас очень хорошо слышу. Здравствуйте. Меня зовут Бэлла. Мне 45 лет. На что вы хотите, чтобы мы обратили внимание? Я хотела бы вас спросить, у меня со здоровьем какие-то проблемы. Врачи однозначно не могут сказать. Получился кортизол, проблемы с гормонами щитовидной железы. Откуда причину, понять никто не может. Они не найдут. У вас очень сильно разрушено аулическое поле в верхней части головы и до груди. Просто его почти нет. Неустойчивость обменных процессов и слабость иммунной системы – это следствие. Произнечите своё имя и смотрите в камеру. Меня зовут Бэлла. Бэлла. Бэлла, хорошо. Я взял. Бэлла. Я сейчас поставил защиту. Она будет несколько дней стоять. Постарайтесь воспользоваться этим. И изучите техники саморегуляции и набора энергии. Потому что вам сейчас не хватает энергии для стимуляции иммунной системы. Стабилизация иммунной системы снимет очень многие ваши проблемы. Органических нарушений пока не накопилось. Они есть в шлаках, но совершенно спокойно можно получить устойчивый результат. Владимир, где мы можем получать эту положительную энергию, если есть проблемы со здоровыми? Если есть какие-то заболевания конкретные? И врачи говорят о том, что мы не можем найти причину. Да при энергии бесконечное количество её в природе. Просто люди её проходят, не замечают. Как раз и заставляют болезни понять. Потому что можно любоваться от цветка. Можно любоваться восходом. Это всё позитивная энергия, которая синтезируется внутри нас. Получается, что если ты зафиксировался в какой-то технике, или просто удивился красоте женщины, восходу, ты уже сам внутри получил энергию. Бабушка, которая обнимает внука и чувствует прилив жизненных сил, она не ворует энергию у внука. Она им гармонизируется и получает энергию от природы и от Бога. И такое взаимное получается энергия. Лечение любовью – это то настоящее средство от всех болезней. Ну что ж, мы слушаем телезрителей. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите. Меня зовут Николай. У меня такая проблема. Я пью и не могу остановиться. Что не так? Биохимическое объяснение питья вам не поможет. То есть человек пьющий от непьющего отличается тем, что он перестал синтезировать спиртное. Потому что все вещества делятся на вода, спирта и жирорастворимое. Когда вы регулярно пили и утром понимаете, что вам не надо пить, но не можете без этого, значит растворитель, который должен участвовать в обменных процессах, не уделяется. Люди умирают не тогда, когда пьют, а когда им не дают опохмелиться. Но корень болезни у вас, у вас черти носят, как в народе говорили. То есть вы не слышите, то есть вы чужие мысли принимаете за свои, отрекаясь от тебя, пойло сатаны, сочетая с тобой Господи. Это есть народный заговор, который отчитывали женщинами страдающего страстью винопития. Я эту программу сделал и работаю. Люди, вот смотрите, допустим, по первому каналу, по второму там прошли у вас телевизионные передачи о том, что вредно пить там или там откуда и так далее. Но лечить их будет любовь женщин. Вы знаете, вот телезритель спрашивал про именно зависимость алкогольную, да, а сейчас очень и наркомания везде. Вот от чего вообще, в чем причина этих состояний? Почему человек начинает пить или начинает употреблять какие-то лекарства? Это энергетический баланс. То есть он хочет себя стимулинуть химическим допингом, и потом за это платит, потому что появляется, не включаются внутренние резервы, а он его получает. А с этим он получает зависимость и разрушение, потому что большинство, то есть вот этот короткий позитивный момент, на котором вот этот крючок держат, он платит, то есть мы по здоровью намного больше и дольше. Но мотивация, на самом деле, духовная, это подтверждено фольклорной традицией и православной духовной, это никого так не слушает, никто так не слушает дьявола, как пьяница. То есть он не сам это все делает. Многие говорят, что не помню, что было и так далее. То есть он зомбированный, манипулируемый человек. И близкие должны отмолить его. Ищите, как вас мужчина зовут, извините, пожалуйста. Наверное, уже телезритель не насляет. Ну, это всем, которые, значит, ищите опору в близких женщинах. И их любовь, наверное, поможет. В ведической традиции говорится, сухость в сердце женщины порождает желание пить мужчин. И когда только женщина начинает сострадание любить и знает, что нужно сделать, то есть ей нужно знать, что сделать. Вы знаете, Владимир, очень много звонков. Пожалуйста. Давайте отвечать на вопрос телезрителей. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста, ваш вопрос. О, к сожалению, сорвался звонок. Вы знаете, еще такой вопрос интересует. Вот вообще заглядывать в свое будущее, смотреть, что будет дальше с человеком. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что я отношусь к следующей традиции. Судьбу нужно знать, чтобы прожить согласие с ней. Это старая традиция. И я сам столкнулся с тем, что мне там один человек погадал. Я был дико взбешен. Я с ним не согласен был. Но произошло все так, как он сказал. И раньше тогда мое мировоззрение не позволяло это понять. Потому что на самом деле авторитет пророков был выше государей в России. И задача пророков не стремиться к власти. Экстрасенсы, которые рвутся к политической власти, они все там плохо кончают. Нужно стремиться помочь народу любить друг друга. Это самое, наверное, главное. Ну что же, уважаемые телезрители, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Задавайте ваши вопросы Владимиру Максимову. Обратите ваше внимание, что теперь вы можете звониться к нам по номеру прямого эфира 08-245. Звоните только с мобильного телефона. А сейчас у нас небольшая пауза. Не переключайтесь, мы вернемся. Этим утром впервые Я чувствую Свершилось Я хочу это видеть Новый роскошный купаж И особая обжарка Новый Нес Кафе Голд Совершенство вкуса и аромата Попробуйте Правильный выбор Краска для волос Престиж Индивидуальное качество Мистер Дорс с выгодой Гардеробные шкафы, купе и мебель Для спальни дешевле на 50% Мистер Дорс В эфире «Зеркало жизни» и тема программы «Мир сердец» И у нас сегодня в гостях всемирно известный целитель, обладающий уникальным даром ясновидения Владимир Максимов Уважаемые телезрители, вы можете задать свой вопрос через СМС Внимание для жителей России номер 3010 И перед своим вопросом напишите заглавную букву «М» Для жителей стран СНГ номер 7062 И перед вопросом напишите две заглавные буквы «М» Напоминаю 08-245 Дополнительно 1 Для вопросов здесь и сейчас в прямом эфире Владимиру Максимову И у нас уже есть звонок Алло, мы готовы вас слушать Алло, здравствуйте Алло Мы слушаем вас, скажите свое имя и вопрос Меня зовут Лена Говорите вопрос Вопрос вот какой У меня старший ребенок, Александр У меня такое ощущение, что он пытается как-то, ну, сунуть голову в песок И не отвечать за свою жизнь Может быть я сама за этим виновата Вы правильно отвечаете Значит, вы перебаловали его Перететешкали Трудности для него лекарства Пускай он трезво, реально смотрит Не пытайтесь его запеленать Пускай он живет И на своей шишке Потому что сейчас в молодости Заживление этих ран Душевных и физических Намного эффективнее Если он их получит позже Это будет труднее Вы одна его воспитывали? Нет А муж лояльно относился? Я думаю, что ему просто не хватает Немножко жесткости Жизни, реальности Вы слишком его изолировали И открытость к жизни Это то, что ему нужно Ваше преимущество Немножко превратилось в недостаток Вы очень хорошая мать Но сейчас вы его перебаловали Еще минутку Скажите свое имя и его Я поработаю Дальше И свое имя и его Илена Александр Трудности будут некоторые Еще где-то месяца полтора-три Но он в целом Он все равно Ваша кровь, ваша душа У вас все наладится Прислушайтесь к моим советам Потому что Вы умная женщина И я думаю, что вы сделаете Правильный вывод Я вам помогаю Спасибо большое У нас еще один звонок Алло, здравствуйте Да, пожалуйста, говорите Вы в эфире Алло Мы слушаем вас Здравствуйте Меня зовут Мария Мы слушаем вопрос Да, Мария, пожалуйста Я хочу знать свое здоровье Ну у вас болячек много Значит, сердце И нижняя часть брюшной полости Вся сосудистая система Кишечник Весь забит Зашлакован И большое отложение Шлаков В опорно-двигательном аппарате Вам я рекомендую Очищение Как можно помочь Да Сейчас я попробую Открыть то, что у нас называется Открыть отверстие Чтобы шлаки сами уходили Еще раз Будьте любезны Скажите свое имя Ну я помню А вот телезрительница Наверное, уже не на связи Но вы продолжаете работать Ну я продолжаю работать Потому что я ее взял С самого начала Что вы советуете телезрительнице? Вот что ей необходимо сделать? Очистить организм То есть очищение Вот это то, что я сейчас делаю Я очищу энергетическое поле И оно запрограммирует Выведение токсинов Вы знаете, Владимир, к сожалению Время эфира подходит к концу Пожалуйста, напоследок Пожелания телезрителям Что вы хотите пожелать от себя лично? Я чувствую, что я не зря приехал И мне так приятно Вот я чувствую Любовь женщин То есть температура любви в России Намного выше, чем в других странах И вот это просто висит в воздухе И я очень уважаю трудности И геройские поступки российских женщин И вот если бы я 20 лет назад уехал на Запад То сейчас Запад приехал сюда И столкнулся с тем То, что у меня там в стихах Как-то выразилось Что делать? Когда ничто душе не помогает Молчишь, как грешник, ждешь суда И вдруг свободу обжигает Как называется, я сам не мог найти такого слова Оно должно быть по краям сиять Как голова святого Ну что ж, я думаю, это прекрасное завершение нашей программы Я напоминаю, что у нас в гостях был целитель Владимир Максимов Мы желаем мира вашему дому И мира в ваших сердцах Здоровья и счастья вам Это было Зеркало жизни Телевизионный дамский клуб Предлагает вашему вниманию Новый увлекательный конкурс Да, Мария, пожалуйста Ну, у вас болячек много Значит, сердце и нижняя часть брюшной полости Вся сосудистая система, кишечник весь забит, зашлакован И большое отложение шлаков в опорно-двигательном аппарате Вам я рекомендую очищение Как можно помочь, да Сейчас я попробую открыть то, что у нас называется Открыть отверстие, чтобы шлаки сами уходили Еще раз, будьте любезны, скажите свое имя Ну, я помню А вот телезрительница, наверное, уже не на связи Но вы продолжаете работать Ну, я продолжаю работать Потому что я ее взял с самого начала Что вы советуете телезрительнице? Вот что необходимо сделать? Очистить организм То есть очищение Вот это то, что я сейчас делаю Я очищу ее в энергетическом поле И оно запрограммирует выведение токсина Вы знаете, Владимир, к сожалению, время эфира подходит к концу Пожалуйста, напоследок пожелания телезрителям Что вы хотите пожелать от себя лично? Я чувствую, что я не зря приехал И мне так приятно Вот я чувствую любовь женщин То есть температура любви в России намного выше, чем в других странах И вот это просто висит в воздухе И я очень уважаю трудности и геройские поступки российских женщин И вот если я 20 лет назад уехал на Запад То сейчас Запад приехал сюда И столкнулся с тем, что у меня там в стихах выразилось Это что делать, когда ничто душе не помогает Молчишь, как грешник ждешь суда И вдруг свободу обжигает Как называется, я сам не мог найти такого слова Оно должно быть по краям сиять Как голова святого Ну что ж, я думаю, это прекрасное завершение нашей программы Я напоминаю, что у нас в гостях был целитель Владимир Максимов Мы желаем мира вашему дому и мира в ваших сердцах Здоровья и счастья вам Это было «Зеркало жизни» Телевизионный дамский клуб предлагает вашему вниманию Новый увлекательный конкурс Субтитры создавал DimaTorzok